Здравствуйте! Когда люди не могут вернуться в страну, люди, которые не обладают израильским гражданцем или обладают статусом временных жителей и так далее, и возникает очень много, ну просто буквально семейных драм, когда люди не могут вернуться в страну, где находятся их родственники, где находятся их близкие люди, где находятся их имущества. Что в таких случаях делать и как решать эти ситуации? Михаил, вы сталкиваетесь с этим постоянно в вашей деятельности? Куда обращаться, что нужно делать? Ну, смотрите, с коронавирусом не постоянно, только последние пару месяцев, но когда такое происходит... По вопросам коронавируса, к вам не обращаться? Да, и когда есть проблема с МВД, а непосредственно со въездами в Израиль, есть специальный трибунал, который рассматривает такие иски, это в принципе суд, но его организовали несколько лет тому назад, и туда идут все иски по таким вопросам. Значит, есть куда обращаться. Но надо сначала пояснить нашим уважаемым зрителям, что в настоящий момент действует такое правило, это не закон, да, это правило, что человек, который находится за границей и хочет приехать в Израиль, то есть это касается всех, да, и граждан, и неграждан, должен получить разрешение у консула, да? Мы сейчас говорим о негражданах, граждане должны получить разрешение, граждане должны приехать в Израиль, и у нас же каждый день меняют решение Минздрава и правительства, но в принципе, кто приезжает в Израиль, должен пройти период, Ну, карантина, но это... Карантина, но израильтяне, конечно, конечно, весь всех израильтян впускают. Речь идет о том, что остановили приезд туристов, и то не сразу, но в марте месяце, когда вот уже стало все это происходить, когда закрыли небо, туристы не могли приезжать в Израиль, не могли даже как израильтяне возвращать. Статус туристов попадают, и многие, допустим, супруги, не получившие до сих пор гражданство, или находящиеся в статусе получения гражданства, и так далее, и так далее, все эти люди попали в категорию туристов. В начале даже те, кто были в статусе, или которые имели непосредственные отношения, у которых даже дети здесь были, их тоже не впускали. В последнее время эта ситуация немножко изменилась, и стали вот именно те, кто имеют отношение к статусу, или кто уже были несколько месяцев в Израиле, как-то их тоже позволяют, им позволяют приехать. Но бывают еще случаи, когда человек, который хочет приехать, он не имеет израильского гражданства, ну как ни странно, он супруг израильтянина, супруг израильтянина много лет, но так как они разделяют свое время между странами СНГ и Израилем, у них даже есть общие дети, которые много лет, ну откровенные настоящие взаимоотношения, в данном случае супругу не впускают. — То есть у супруги нет гражданства? — Да, и ей не дают заехать, потому что в консульстве написано, даже на сайтах, консульства вообще были закрыты, с ними можно было общаться только по электронной почте. И было написано для того, чтобы приехать, вам нужно разрешение от консульства. И у нас есть случай, когда вот такая вот супруга попросила, чтобы ей дали въехать, заполнила все анкеты, взяла на себя все обязательства, и есть где находиться. — Супруг в Израиле, она готова быть в карантине, на карантине, у нее нету заболеваний, она готова была пройти все проверки, ей отказали. Пришел ответ от консула, что непосредственные органы в Израиле запретили вам приехать. Вот об этом случае идет речь. Но как ни странно то, что мы с вами видим, сюда почему-то постоянно просачиваются туристы, откуда они берутся? Если вы придете сегодня в МВД и скажете, что вы хотите подать просьбу, пригласить сюда туриста, такая процедура есть. — Ну туристы, в смысле, вот там, допустим, гостей на свадьбу. — Да, да, гостей на свадьбу, лечиться, или родственник хочет приехать, такая процедура есть. Даже есть страны, с которыми нету визового режима, есть определенные случаи, когда надо заранее побеспокоиться, чтобы дали разрешение. Если вы сегодня придете или позвоните в МВД, отвечать по телефону, как ни странно, специальный телефон, или придете и скажете, я хочу пригласить гражданина страны СНГ, туристов, вам скажут, такой процедуры вообще нет, мы никого не впускаем. Вам даже не дадут возможность заполнить бланк, чтобы его не удовлетворили. Скажут, а что вы говорите, нету, вирус. Откуда тогда появляются туристы в Израиле, скажите? — Нет. Вот недавно мы все слышали, была шумная история в СМИ, что приехал какой-то американец в Израиль, у него подруга. — Сын миллионера какого-то. — Да, сын миллионера с Америки, навестит свою подружку, никаких отношений, я имею в виду, они не женаты, ничего и так далее. Он не только ему дали сюда приехать, как мы знаем о том, что он сюда приехал, потому что он нарушил условия карантина, его ставили на какой-то, засветился на какой-то вечеринке. — Нет, вместо того, чтобы две недели отсидеть в карантине, он пошел тусоваться. — Ну как он сюда попал? Вот в чем дело. Я сейчас не осуждаю тех, кто ходят с масками или безвини не соблюдают. Это другая тема. Как он сюда попал? Теперь, буквально несколько дней тому назад, в одной из очень больших гостиниц Тель-Авива была свадьба еврейской общины с одной из европейских стран. Что основная масса, те, кто приехали в Израиль, вообще не имеют отношения к Израилю. Они, может быть, евреи, но не имеют гражданства. Это была свадьба, было сотни человек, конечно. — То есть это сотни гостей, да? — Мы его условно называем туристами, но это гости на свадьбе. — Тоже как-то они появились в Израиле. Значит, что-то здесь происходит. Такого не может быть. Или мы никого не впускаем, или мы всех впускаем. — Так вообще, но есть какой-то орган, кто дает эти разрешения, кто разрешает это? — МВД, но исполняющая сторона решения МВД — это консульство. К нам тоже часто есть люди, которые хотят приехать. Я получаю сообщение, мы прилетаем такого-то, такого-то числа. Как вы прилетаете из Белоруссии, есть рейс из Белоруссии. — Да, Белоруссия. — Да, мы купили билеты. — Я говорю, вы купили билет, все прекрасно. — Может быть, вас даже не посадят на самолет, а если посадят на самолет, вам не дадут сюда зайти. У вас должно быть разрешение. И потом, когда люди начинают проверять, копаться, обращаются в консульство, опа понимают, что должно быть разрешение, чтобы приехать в Израиль. Как они даются? Кем они даются? Как это происходит? Это тайна, покрытая мраком. Мы в эти дни как раз подаем сейчас иск на тот случай, который нам говорили, апелляцию в окружной суд Иерусалима, потому что было четкое решение, которое сказало в данном случае людей не впускать. А потом люди как-то появляются. А прокуратура, которая представляет государство Израиль, МВД, гражданская прокуратура, говорит, вообще нет никакого решения, это политика. А у нас лежит ответ консула, который говорит человеку, в вашем случае есть отрицательное решение. — И они не говорят, кто принимает это решение? — В том-то и дело, что судья, когда мы подали в первую ту инстанцию, что я вам говорил, в трибунал, судья сказал, этот иск имеет место быть, его надо рассмотреть, но не сейчас. Не сейчас в разгаре коронавируса, как раз был этот период времени, в середине марта, что назначили, что все были закрыты, сидели дома, потом это через два месяца было распущено. Это чрезвычайная ситуация, перевод севрита. И судья сказал, когда эта ситуация пройдет, мы будем рассматривать этот иск, и я хочу, чтобы прокуратура представила мне тот ответ, на который ссылается консул. И дал даты, и сказал, как судья назначают, как будет. Мы терпеливо ждали этот период. Ну, нетерпеливо, мы подали просьбу, чтобы ускорить, но это нюансы. И когда подошел этот период, чтобы прокуратура должна была ответить, ответ был простой. Нет никакого индивидуального ответа, это просто общая политика. После того, как у нас лежит ответ консула, что есть индивидуальный ответ, да, и что судья сказал, что этот иск обоснован... Но судья просто сказал? Не, как это называется? Не было заседания, было решение. А, то есть это было после решения? Иск можно, вы подаете иск, его можно сразу отклонить. Что судья дал решение, что этот иск обоснованный, его надо рассмотреть, но не сейчас. Он не входит в те параметры, которые... Срочность. Да, срочность. Окей, с этим тоже можно спорить, но опять было обоснованное решение. И вдруг судья решает, что этот иск не надо рассматривать, сам же против своего решения, что сказал... То есть вы это все подаете в окружном суде? Сейчас, да, сейчас это будет рассматриваться в окружном суде. А там они не могут сказать, что мы не хотим рассматривать? Нет, во-первых, в любой станции могут отклонить сразу, но невозможно. Это должна быть какая-то минимальная справедливость. И система, как страна работает, невозможно говорить одно, а потом делать другое. И когда говорят, что сюда никто не приезжает, мы видим постоянно, что приезжают люди. Я опять думаю, что все-таки в какой-то момент в прокуратуре, как это бывает в других случаях, если у нас будет время, я вам расскажу, кто-то берет это дело и понимает, что не должно быть решения суда. Суд не должен сказать, высказать свое мнение на эту ситуацию, и найдется выход. И написать особое мнение по поводу прокуратуры, какие они там... Да, потому что очень часто бывает, что прокуратура представляет интересы госструктур, но опять они не взаимосвязаны. И когда кто-то где-то на парол, потом берет юрист, прокурор это дело в руки, понимает, что его надо как-то найти компромисс. Как-то спустить на тормозах. Да, потому что решение суда никому не нужно. Да. Ну, кстати, вот есть же много случаев, когда оставим в покое корону, когда люди приезжают, когда люди приезжают, имеют полное право на получение гражданства, то есть у них все в порядке с документами, им под разными соусами начинают тянуть резину и вообще отказывать в гражданстве. Да, у нас буквально сейчас был такой случай, что семья, имеющая право на репатриацию, это вообще не обсуждается. То есть попадающая под закон о возвращении. Это вообще даже не обсуждается, потому что у них первый круг уже граждане Израиля. Я не хочу входить в подробности. У бабушки и дедушки, да? Ближе, даже ближе, уже граждане Израиля. Они кому-то где-то не понравились, или они не так отвечали, или не... Они подавали там, в стране Исхода? Нет, здесь, приехали сюда, приехали сюда и подали документы. Кстати, Миша, извините, в принципе, вот как вы посоветуете, лучше подавать на месте, как бы сидя еще, так сказать, в стране Исхода документы, или можно сразу приехать и подать? То есть что предпочтительнее? Правильно подавать в этих случаях, там, где вы живете, в стране Исхода, но очень часто бывает, что люди не хотят засветиться, не хотят... Не, ну это же другая ситуация. Да, поэтому я говорю... Общее правило, с точки зрения... Общее правило заговорочет, лучше подать так, это легче проходит как... Получить разрешение, приехать в аэропорту... Спокойно. В аэропорту встречают, дают туда, отзывут, все как надо. Но есть такие, которые приезжают сюда с документами... Не, ну это у всех разные причины. За это никто никого не наказывает. Да, разумеется. Спрашивают, почему вы не подали, и говорят, не хотели светиться. С этим проблемы нет. И вот эти люди просто кому-то не понравились. Это нельзя иначе назвать. Потому что у них даже нету ни уголовного прошлого, никаких заболеваний, ничего. У них спрашивали такие идиотские вопросы. И видно... То есть они ходили на какие-то интервью? На интервью, да. Не должно быть никаких интервью. Должны прийти, сдать документы, заполнить анкеты. Отправляют их потом в Иерусалим. Там есть еще проверка определенных органов. И говорят, едьте, пожалуйста, в МВД, получайте гражданство. Что-то где-то кому-то не понравилось, как они говорили. И это пошло слово за слово, слово за слово. Кончилось с тем, что у них на руках было решение, что они должны покинуть в Израиль. Что им отказали вообще в репатриации. То есть можно отказать в гражданстве человеку, который попадает под закон о возвращении. Да, во-первых, да. Во-первых, есть критерии, по которым есть уголовное прошлое, или есть информация, что кто-то замешан в каких-то структурах, или теористических, или уголовных, или есть заболевания определенные, вот допустим, которые заражающие. Конечно, конечно. Это третий пункт закона о возвращении. И министр внутренних дел имеет право отказать. Но они не попадали, не подадили эти критерии. И эти вопросы вообще не спрашивались. И у них в определенный момент уже была бумага на руках, что надо покинуть Израиль. И они буквально к нам недавно обратились. И вот это как раз тот момент, что я понял, что когда это дело попадет в суд и возьмет грамотный или неграмотный прокурор это дело в руки, он поймет, что здесь нельзя судоваться. То есть просто, я пытаюсь понять, прокурор посмотрел и понял, что он будет стоять перед судьей. И судья на него как на школьника посмотрит, скажет, что вы вообще, что вы сделали? Но здесь есть еще один момент. Эти люди, которым полагается гражданство, по закону находились больше двух лет без минимальных условий, без права на работу, в определенный момент у них было право, без купадхолима, без бетухли, без ничего. Люди уже в возрасте. Один из них и не очень молодой человек. И никто не смог взять это просто дело в руки. Это то, что мы, кстати, написали в иске. Что никто не взял дело этих несчастных людей в руки и посмотрел, что происходит. Их просто отфутболивали. А прокурор, да, это сделал. И как ни странно, вместо того, чтобы давать ответ, и когда вы подаете апелляцию, подаете иск, суд назначает определенный срок, когда прокуратура должна ответить. Ответ был, придите такого-то, такого-то числа, получите гражданство. То есть прокурор понял, что это полная ложа. Да, это, с одной стороны, можно сказать, что это успех, но мне стыдно, что такое имело место быть. Миш, ну вот еще раз вы же заговорили про эти самые интервью, хотя вы говорите, что их не должно быть и так далее, но они все-таки есть. Буквально два слова. То есть человек, которого приглашают, который претендует на получение гражданства по любым там условиям, причинам и так далее. То есть нужно, есть ли какие-то рекомендации, как вести себя на этих интервью? Я не уверен, что это индивидуально. Я не уверен, что это нельзя. Почему я сказал, что нету этих? Есть, разговаривают с людьми, ведь это не автоматом, вы кладете документ на стол, и вам дают... Хорошо, назовем это собеседование. Собеседование, да. Но опять это базовое. Часто бывает, что в процессе этих собеседований кто-то говорит, что поменял веру исповедования или приходят с таким огромным крестом. Хорошо, то вы поясните, пожалуйста, что значит, если человек имеет право на возвращение по закону, и вдруг он приходит с крестом, что это меняет? Если человек уже в взрослом возрасте поменял свою религию, так он не имеет права на возвращение. Такие случаи тоже бывают. Это тот человек, который является основным претендентом на гражданство. Допустим, если жена у него не имеет отношения к еврейству, то она сама может прийти с крестом, с полумесяцем, с чем угодно. Она не претендует. Потому что иногда нам говорят, что получается, вы принимаете только евреев. Нет, просто под действие закон попадает только человек, который не сменил вероисповедание. Потому что в составе этой семьи. А в составе семьи могут быть кто угодно. Могут быть кто угодно. И мы сталкивались уже со случаем, что невозможно было поднять или это Таджикистан, или настолько, настолько даже не мусульмане, а еще что-то более закрученное. Они сюда приезжали, потому что они не являются основанием, кому дают... То есть они приехали, извините за такое слово, приехали на ком-то, да? Да. Приехали там на дедушке, приехали там на папе, да, который является евреем. Кроме того, могут высказать какое-то, даже антисемитское какое-то мнение, и что человек состоит в каких-то структурах или что-то, которые действуют против Израиля. То есть антисемитскую фразу может высказать как будто... Да, но это не просто фразу, что после этой фразы спросят еще один-два вопроса. А оказывается, что он стоит во голове какого-то движения, которое против существования Израиля. Это тоже может повлиять на решение, дать гражданство или нет. Поэтому, конечно, органы проверяют. Кроме того, есть разные заболевания. Нет, заболевания это... Это тоже не всегда. Они делают проверки, но кто... И может быть очень много разных причин. Но просто, когда кто-то кому-то не понравился, и вот так вот издеваться над людьми, я считаю, что это позорно. Потому что это люди находились... Никто за это не понесет ответственность. Ну, теоретически можно, конечно... Подать гражданским... Ну, это нет, нет смысла. Но люди дошли до состояния, что они находились уже просто с простыми туристическими визами, которых кончался срок. И не было... Причем просроченными, да? Да, и не было никакого ответа. И это неправильно относиться так к людям, которые по закону им полагаются гражданством. Спасибо. Мы беседовали с адвокатом Михаилом Левитом. Программа «Человек и закон». Всего доброго. До свидания.